Для правоохранителей Новый год один из самых трудных праздников. Чтобы отдых жителей и гостей Кубани ничего не омрачило, они переходят на усиленный режим несения службы. На круглосуточные дежурства вместе с полицейскими заступают казаки, пожарные, врачи, коммунальщики. В преддверии новогодних каникул Вениамин Кондратьев на Совбезе проверяет готовность всех служб. Уже сегодня зимние курорты края начинают принимать отдыхающих. Самый большой наплыв туристов ожидается, конечно, в Сочи. Последние дни город засыпает снегом. Вениамина Кондратьева интересует, насколько повлияла непогода на работу курортных комплексов. У нас никаких сегодня жалоб от гостей по поводу снега нет. Готова Красная Поляна к приему гостей. Готова Красная Поляна и город Сочи. Дело в том, что на Красной Поляне максимальное размещение будет 20 тысяч человек. А в целом по городу Сочи свыше 100 тысяч. Поэтому не только Красная Поляна. Готовятся в крае и к детским елкам. Уже совсем скоро начнется череда утренников. Школьников повезут на новогодние представления и спектакли. Все места проведения мероприятия Вениамин Кондратьев поручает взять под особый контроль. А за безопасностью детей начать следить еще во время их перевозки. Школьные автобусы должны сопровождать полицейские патрули. Но организовать их отдельно для каждого класса весьма проблематично. Не нужно, еще раз подчеркиваю, как мы уже договорились, создавать проблему дорожно-патрульной службе. Потому что каждому автобусу сложно будет найти экипаж. Организовывайтесь баллоны, синхронизируйтесь. Делайте такой график, чтобы можно было на самом деле сопроводить детей дорожно-патрульной службой. В текущем году выявлено 117 нарушений законодательства, которые допущены при организованной перевозке детей автобусом. Основные нарушения это не предоставление госавтоинспекции уведомления об организованной перевозке детей либо заявки на сопровождение спецавтомобильным. 41 факт. Коллеги, вот давайте не будем мериться компетенцией. Мы все вместе сегодня несем ответственность, как пройдут эти новогодние праздники. И в целом жизнь и безопасность, спокойную жизнь в нашем регионе. Все умные люди. Я не приму ни одного оправдания или попытку оправдаться. Если вдруг будет ссылка начальника полиции, РОВД, что он где-то не так, я хотел. У вас достаточно у всех ума договориться, синхронизироваться, выстроить алгоритм и нормально выполнять то, что сейчас об этом я сказал, и мне Николаевич сказал. С беспокойством новогодние праздники ждут медики. Ведь в эти дни чуть ли не в каждом дворе гремят фейерверки. Далеко не всегда хорошего качества и еще реже с соблюдением всех правил безопасности. Как следствие, ожоги и травмы детей и взрослых. Не допустить такого стихийного стрельбища – еще одна задача, которую ставит губернатор. Взято на учет 1849 мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей и 123 места хранения и реализации пиротехнической продукции. Особое внимание уделено местам проведения фейерверков. 53 места таких у нас будет. Вместимостью 12 860 человек. Мы должны максимально понимать, кто и где продает пиротехнические изделия, взять каждую точку под контроль и понимать, что пиротехнические изделия должны продаваться в специальных павильонах и отвечать всем требованиям, которые сегодня являются нормативными актами к их качеству. Проверить нужно и качество алкоголя, говорит Вениамин Кондратьев. От злоупотребления спиртным жертв еще больше, чем от взрыва петард. Всего за один месяц на Кубани выявили 11,5 тысяч литров контрафакта. И речь в том числе о шампанском, а ведь виноделие – одна из визитных карточек региона. Краснодарский край вполне может обеспечить себя качественным алкоголем, считает губернатор. Но крупные винзаводы не могут пробиться на рынок из-за того, что тот забит фальсификатом. Не верю, что никто не знает, что где-то цех, где-то льют, где-то разливают. И это же не легковыми машинами разводятся, фурами. Они или заинтересованы не видеть, или на самом деле настолько равнодушны. Почему мы допускаем этот факт? На самом деле или уже засиделись некоторые, и непонятно, что они делают на своих рабочих местах. Юрий Федорович Брюков, это же есть департамент потребсферы и регулирования алкогольного рынка. Но без нас-то рынок кто-то регулирует. Где же тогда ваша деятельность, работа с тем, чтобы сегодня пресечь вот эти цеха? Ну да, есть такие моменты. Ну как-то есть моменты, это ЧП. Каждый такой случай – это ЧП, это не моменты. По большому счету, вот тот зам главы поселения или муниципального образования, который курирует сегодня потребсферу и регулирование рынка, вы же не только лицензии должны алкоголь-то выдавать в идеале. Ну конечно. Тогда вот он должен давно уже оставить свои места, если он мышей не ловит. А если под боком идет какой-то теневой рынок, то вы вообще ничего не можете регулировать. Новогодние каникулы продлятся чуть больше недели. За это время во всех районах и городах Кубани пройдут тысячи праздничных мероприятий. И насколько спокойными и богатыми на приятные эмоции они будут, зависит от каждого из присутствующих, резюмировал губернатор. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар.